В 95 году он уже был не новый. Уже был не новый. Но это Hilti. Работает долго, надежно. Вскрытие инструмента Hilti. Это всегда интересно. Что же там внутри у него. Так он работает, но не бьет. Электрика целая, что-то с механикой. Клиент сказал, что последний раз им работали еще в 12 году. Сейчас 19-й. Пролежал, как долго. Ну, видно, что инструмент такой. Много чего видел. Я его помыл. ТЕ-905. Интересно, сколько такой новый стоит? У них нет, я понял, новых. Там сейчас идет другая модель. Сейчас ради интереса гляну. Да нету таких. Там идет другая модель. Тут стоит электроника с работой часами. Когда выходит работа часы, он сам выключается. И кроме сервисника, его никто запустить уже не может. Вот, там еще раз Hilti. Как называется? Hilti 905. ТЕ-905. 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 О, есть такой. Отбойный молоток. Сейчас смотрю. В интернете сколько стоит. Аренда, прокат. Купить недорого. Сколько стоит недорого? 340 гривен в сутки. Не-не, купить. А вот купить не знаю. Запчасти. Да его нам показывают. О, есть в интернете на OLX. 7500 гривен хотят. 8200. 8200 в OLX. О! 18 тысяч рублей кто-то за баушный просит. Нормально. О, уже скрыл. А пахнет чем-то. Лень, глянь, какое всё качественно. Износ шнайка. Катастрофически. Где-то там видоски нету. Ага, краски нету. Ага, да, видно. Ну так вообще видно, что качественно. Смотришь на эти железки, в натуре железки. Да, спрашивайте. Вот у меня дрель, а ключа нету. Ключики продаются, но сейчас у нас ключи нету, к сожалению. А как купить? Пока нету. Не, а как узнать, какой? Что у меня дрель-то? Они одинаковые. Да, нет. Крак одинаковый. Вот у меня есть дрель новая, и вот эта не подходит. Так что, Роман, а что теперь делать с ним? А когда можно наведываться на ключ? Четыре. А где вообще ещё можно приобретать ключ? Не знаю, в субботу-воскресенье тут у дедов на барахолке. Ага. Спасибо. Там точно будет дешевле. Понятно. Дело не дешевле, дело хоть бы подобрать, дрель-то старая. Под навесом там, если стоят деды, что у меня там не найдут. И какое будет заключение? Заключение, ну, поменять вот этот подшипник. Видишь, куда он ходит. Ну, привод ещё и есть. Фигуру там. Но он предлагает его либо купить в таком состоянии, либо, короче... Чего? Он ничего не стоит. Ничего не стоит, да? Ни хрена себе, хилки ничего не стоят. Несите все, ребята, у кого хилки есть сломанное, несите. Оно ничего не стоит. Я тебе говорю, он ничего не стоит. Хреново, что ничего не стоит. Бурый. Видно, что много отработали. Во-первых, это динозавр. Я тебе объясню. Вот таких кончиков больше не выпускают. На всех новых идёт SDS Max. Я не знаю, что это. SDS Max, ну да. Ты на него ни одну пику не найдёшь. Ну, просто сколько ему примера на скидку лет? Можно глянуть вот выпуск. Ну, так, посмотри, в каком состоянии запчасти. Ну, визуально. Так, бог в состоянии. Полный износ всего. Ты что, думаешь, тут всё оригинальное? Или что? Менялось в десять раз. Короче, по его ВИН-коду можно... Бля, Штиль. Штиль написано. Где Штиль? Хилти Штиль, что ли? Штишел. Ну да, Штиль. Саня, я не вижу с ВИН-кодом у него эту. Ну, это точно надпись Штиль. Не, я понимаю. Наверное, корпорация Штиль делала. А, вот она. Ну, тут подрана, мы не найдём год. Девяносто восьмой, наверное, Саня. Скорее всего, он девяносто восьмого года. Ну, сделаем. Да на него ничего нет, вообще ничего нет. Ну, подшипник поменяем, он поработает ещё. Так, подожди, у него он валяется... С двенадцатого года. Вот ещё вот. Это шатун стоит внутри. Это надо смотреть. Что, его сняли, да? Это с него есть там внутри. Мне, чтобы это разобрать, я не люблю просто бестолковые работы. Вот вверх тоже надо откручивать, когда вытирается. По твоему опыту знаю. Нам тоже, да, подшипник, походу? Да тут всё, не штырил, не уго, не уго, не уго, все. Вроде как разбирали. Блин, его надо весь раскидывать. То есть, оно когда прессов, если оно чистое, да, вы его берёте, заберёте. Когда оно прессов, то на металле надо усилие привлажить. Металл он выдержит, это усилие. Мне тоже кажется, что мы херней занимаемся. Но мне надо увидеть шатун, чтобы сделать заключение. Она здесь, по-моему, по бокам расходится, не? Ага, вот это что-то мешает ещё. Вот это отсюда не выкручивается. Вот тут вот. Вот тут болт выливается. Я заснял, я заснял. Да, там шатума нет. Запах такой пошёл с него. Ну, это у него смазка как пахнет, его родная. А что за деньги под чашкой? Ромкиной. То на развод. А твои в шкафчике. Полный шкафчик. Там до верха чуть-чуть не хватает. Так, сейчас я перечень гляну. И посмотрим с тобой, в принципе, на него детали есть. Не, можно его продать на засчастье, но в Украине. У нас таких тут два на город, может, у кого-то есть. Хорошая фраза, там, для видоса два на город. Кого? Какая хорошая фраза для видео? Два на город. Два на город? Ну, это же Донецк. Не, в Донецке попадаются довольно-таки интересные вещи. Но всё меньше и меньше их. И все ушат они до ушат они. И все имеют эти инвентарные номерки, как я купил внимание. Все, все, все классно. Потому что только организация могла бабки отмыть на этом хилке за полтора косаря зелени. Но у нас он висит маленький, маленький, сейчас даже ради прикола покажу. Вот такой вот хилке, кто-то мне как-то звонит. Дюпеле забивателю такой вот стоит в интернете в Европе 2000 евро с небольшим. Пачечка вот такая вот, 20 с чем-то евро запасных дюпелей. Выглядят они как патрончики. Так это его официальная цена, мы этого не продаем за столько. О, тут как раз интересное. Это всё? Что-то интересное? Да, вот он Николай, глянь как интересное. Не туда пошел. На один отбойник хилке в Донецке стало меньше. А что, смотрились ушатать такую вещь? Да, еще в 12 году, кстати. Полтора косаря зелёных рома на 30 суток. Так, а вот тут 2 косаря, прикинь, вон, дупеле забивать, он маленький. Так это ж на туре берешь вещь какую-то. Поршень вижу. Баёк. О, поршень почти как на бензопиле. Только кольцо другое, да? Резиновое. И что теперь? Теперь поиск. Частей вообще найти. А ты уже понял, что надо, да? Да. А что надо? Минимум шатун. Шатун. Шатун, подшипники. А теперь полный чемодан. А дай пусть сюда токарь вытащит шатун. Он же говорил, что может вытащить все.